Здравствуй, Борис! 26 февраля в Москве на Fight Night тебе предстоит поединок с Владимиром Минеевым. Перед этим поединком хотел бы задать тебе несколько вопросов, а также спросить о твоей спортивной карьере. С чего начиналась твоя спортивная карьера? В спорт я попал в 10 лет. Я пришел в первый, в ближайший свой зал. Это был зал карате, в Кашинкай. Ими занимался я около 8 лет. Ну, последний год занятий карате я совмещал с занятием боксом. Затем в 18 лет меня забрали в армию. После армии уже я начал заниматься именно смешанными наборствами. Но именно там, в армии, я познакомился с Сергеем Дружко. Это был первый чемпион Белоруссии по смешанным наборствам. И он мне рассказал, вообще объяснил, что это за вид спорта. Первое знакомство он мне дал с ним. И дальше, когда я уже пришел домой, я начал заниматься им. Начал изучать борьбу, пробовать себя именно в разных стилях. И через несколько месяцев я провел свой первый бой. Беларусь славится своими бойцами, а также уникальной школой кикбоксинга. Расскажи, каким бойцам ты симпатизируешь? Ну, из белорусских бойцов, на данный момент выступающих на международном уровне, наиболее симпатизирую я Алексею Кудину и его одноклубнику Сергею Фалею. Ну, также я знаю много кикбоксеров белорусских, да, и всегда болею за них, переживаю, смотрю почти все бои. Расскажи, какие были твои первые профессиональные бои? Первый мой профессиональный бой я вышел тогда на замену травмируемому спортсмену из своего клуба. И тогда я бился в весе 93 килограмма при своем весе 82. Этот бой сложился для меня неудачно, я проиграл болевым приемом. Но сам бой, сама атмосфера этого турнира, они мне очень понравились. И в этот момент я решил для себя, что это именно тот вид спорта, в котором я хочу реализовать себя. И я понял, что в этом виде спорта я могу достичь высоких результатов. Твоя карьера сейчас сосредоточена в лиге ProFC. И недавно ты подписал контракт с Fight Nights. Расскажи вообще, как ты попал в ProFC? Мой первый бой в этой организации прошел 9 апреля 2011 году. Тогда я приехал на замену травмированному белорусскому бойцу. Я выступал в команде Академии ММА из Минска. И бился тогда против Магомеда Аушева, который представлял клуб «Пересвет». Это тот клуб, в котором сейчас я тренируюсь и выступаю под его флагом. Борис, расскажи о подготовке к предстоящему поединку. С кем тренируешься, где проходит твоя подготовка и на чем делаешь акцент на тренировках? Я тренируюсь в клубе «Пересвет» в городе Ростов-на-Дону. В нашем зале на данный момент очень много хороших спарринг-партнеров. Очень много гостей приехало из других городов. В зале хватает как представителей ударной школы, как представителей борцовской школы. Тоже хватает. Все мне очень рады помочь. Очень хорошо меня нагружают. Также в этом клубе очень хороший тренерский штаб. Опытные тренера всегда рады поделиться своим опытом, своими знаниями и помочь. Не секрет, что вы с Владимировым бойцы, которые представляют ударный стиль ведения боя. Что вообще следует ожидать зрителям? Зрелищную схватку в стойке? Или также есть вариант, что бой перейдет в партер? На примере Андрея Корешкова против Дагласа Лима. Когда неожиданно для всех на протяжении всего боя Андрей Корешков переводил Дагласа Лима в партер. От Владимира я ожидаю как ударной техники, так и борьбы. Я буду полностью готов к бою в любом его виде, когда бы он не перешел, когда бы он не перетек. И в стойке, и в партере я буду готов везде. Воспринимаешь ли ты этот бой как противостояние Fight Nights против Pro FC? Нет, так совершенно не представляю это противостояние. Я представляю только противостояние двух спортсменов. Это я и Владимир Минеев, которые сойдутся в одной клетке. И, наверное, даже не важно на базе какой организации это произойдет. Как оцениваешь своего соперника? Нашел ли ты какие-либо слабые стороны Владимира Минеева? Конечно, у всех спортсменов есть сильные стороны, есть слабые стороны. Достаточно много боев Владимира Минеева я просмотрел. Также их просмотрели мои тренера, тренерский штаб наш. И мы оценили все его плюсы, все минусы. И готовим свою работу, делаем согласно им. Как относишься к треш-токингу? Сейчас в индустрии ММА, в частности на Западе, бойцы активно используют для продвижения боев. Сам Владимир Минеев недавно активно вызывал на бой Адама Индиева. После чего в соцсетях они обменивались высказываниями. Был ли у тебя похожая стычка с Владимиром Минеевым? К треш-токингу я вообще никак не отношусь. Для меня это пустые слова, пустой звук. На самом деле все покажет бой. Не воспринимая ничего всерьез и не воспринимая ничего близко к себе вообще. Расскажи, что тебя вдохновляет? Какие источники мотивации ты используешь? Меня мотивирует в первую очередь моя мечта, мечта моего детства. И я хотел всю жизнь стать самым сильным, самым лучшим бойцом. Также меня мотивирует моя семья, моя жена, которым я хотел тоже показать, наверное, чего я могу достичь в жизни. И меня мотивируют дети, которых я тренирую. Для них я пример и стараюсь показать тоже что-то большее, что они видели вообще в своей жизни. Быть для них хорошим тренером, которым они смогут гордиться в будущем и сейчас. Было приятно с тобой пообщаться, Борис. И напоследок хотел бы спросить, что ты хотел бы пожелать всем своим поклонникам и фанатам, которые ожидают твоего поединка? Своим фанатам и болельщикам я бы хотел сказать, не смотрите в сторону, пропустите самое интересное.